И сегодня у нас в университете праздник, потому что не только на улице солнечная погода, и вот мы пока еще в строю в основном большинстве, вот, и потому что мы не останавливаемся на достигнутом, это самое главное, ибо конференция – это такая уникальная форма общения ученых друг с другом, практиков, которые могут поделиться своим опытом, результатами своих достижений, как на ярмарке, хоть и в старину, хоть и сейчас, главная задача, да, и на людей посмотреть, себя показать, и найти партнеров, найти единомышленников, но если университет или какое-то учреждение, кафедра отдельная, научный коллектив является инициатором для организации конференций, это указывает на то, что именно вот этому коллективу есть что показать, есть наработки, есть научные достижения, и формируется научная школа, которая вот именно требует того, чтобы та научная продукция, которая формируется, да, те исследования, те результаты, они были обнародованы, были известны научному сообществу, они привлекали внимание, и мы нацелены на то, чтобы практику сделать более эффективной, да, обучение студентов сделать более эффективным, лечение пациентов сделать более эффективным, и, конечно, здесь вот эта вот прикладная направленность науки, она крайне важна, тем более, если мы говорим о том, как оптимизировать процесс вовлечения студентов, молодежи в, так сказать, в приверженность, сейчас очень модное слово, да, сформировать их приверженности и поведенческие стереотипы, направленные на формирование здорового образа жизни, это очень важно, и роль университета воспитательная, она очень важна, и работая с молодежью, мы, в общем-то, мы просто обязаны уделять этому огромное внимание, и это является и государственным приоритетом, и приоритетом в работе каждого педагога, любого учебного заведения, да, наверное, от детского сада до университета. Поэтому мы сегодняшнюю конференцию, конечно же, запланировали вот с такой благой целью, и ректор Курского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Виктор Анатольевич Лазаренко, знает о проведении конференции, поручил мне поучаствовать в конференции и поприветствовать всех участников и пожелать участникам и организаторам хорошего проведения конференции и, самое главное, интересного и полезного общения. Возможно, формирование каких-то горизонтальных научных контактов, связей для того, чтобы реализовывать, может быть, совместные программы. На стыке многих разных областей и педагогики, психологии, теории, техники, социологии могут быть проведены разные исследования. И вот комплексирование, межвузовское, междисциплинарное, межкафедральное, оно именно нам чаще всего дает очень интересные результаты. Поэтому еще раз вас поздравляю с сегодняшним праздником и желаю вам, в первую очередь, здоровья и успешного проведения этого мероприятия. Спасибо большое, Вячеслав Александрович, за слова. На самом деле, основная цель конференции – это интеграция разных взглядов, разных подходов к проблеме, учебно-методической проблеме, научно-практической проблеме. Потому что те вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, они разнообразны, и вы это услышите в докладах. Мы постарались подобрать интересные такие выступления. Надеемся на такую продуктивную работу. Со словами приветствия к нам, к участникам конференции, обратится заместитель начальника отдела молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска Павлова Людмила Евгеньевна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости, участники и организаторы конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Научно-практические учебно-методические аспекты». Мы, как Управление молодежной политики, очень рады принимать участие в данной конференции. Со своей стороны, одним из направлений нашей работы является именно пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, среди молодых семей, среди работающей молодежи. Пропаганда и привлечение населения к подготовке и выполнению нормативов сдачи физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городе Курске. Поэтому для нас также важно обменяться с вами опытом, послушать выступления других участников, выступить самим, рассказать о нашей работе, о наших мероприятиях. Благодарим вас за приглашение в участие в данной конференции. Спасибо большое, Людмила Евгеньевна. Мы вас услышим еще в докладе в пленарном. Единственное, что мне хотелось бы еще выразить, слова благодарности Комитету образования науки Курской области и Комитету образования города Курск. Представители присутствуют. Слова приветствия они уже лично передали. Но для того, чтобы время мы не затягивали, я думаю, что мы можем перейти к реализации плана конференции, пленарного заседания. И первое, мне хотелось бы вообще поблагодарить тех людей, которые откликнулись и будут участвовать у нас в конференции. И первым я хотела бы представить Алиева Хасаи Магомедовича, выразить ему слова благодарности, что он согласился принять участие в нашей конференции. Это кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Дагестан, академик Международной академии технологических наук. Он расскажет о своих наработках Хасаи Магомедовича, о своем методе, который известен во всем мире. Хасай Магомедович. Сейчас, на две секунды. Сейчас меня слышно, да? Да, все слышно вас. А меня видно, нет? Ну вот, не видно пока. А куда надо же нажимать? А внизу есть видео там у вас. Да, вот видео, видео. Все, мы видим вас. Я вас всех приветствую, друзья и коллеги. Для меня большая честь, что меня пригласили. И я сейчас возрадовался, когда проректор сказал о том, что междисциплинарность поощряется. Что это ось, так сказать, и соль, вообще-то, нашего взаимодействия. И поэтому не только люди, которые занимаются разными методиками, но и по идеологии. Я, например, честно говоря, и художник хороший, как говорят эксперты, такие вот выдающиеся эксперты, и писатель. У меня 25 книг и на русском, и на английском, и на французском, и на сербском, и на болгарском и так далее. И в то же время я создаю технологии, методики. И я психолог, потому что я 5 лет работал ведущим научным сотрудником психологического института Российской академии образования. В том я работал ведущим научным сотрудником ИМАШ, Академии наук, это институт машиноведения. Потом я все время сотрудничал, десяток лет сотрудничал с Зургувком, Государственный университет по физкультуре и спорту. Потом я 25 лет работал директором генеральным центра защиты от стресса в Москве. Я обучал и врачей, и психологов, и педагогов. Я тот самый парень, который первым вводил из острова стресса в Беслане, Каспийский, в Кизляре, после терактов и так далее, который создал методику в 81 году для космонавта в Звездном городке, чтобы они могли моделировать состояние невесомости в земных условиях, преодолевать стрессы и перегрузки. И потом эта методика пошла по разным отраслям. Я, честно говоря, не знал, что мне придется столько много о себе говорить, но у меня под рукой журналы, где я печатался. Это электронная промышленность. Я работал на крупнейших предприятиях электронной промышленности, обучал женщин меньше уставать с микроскопами. Кроме этого я готовил спортсменов, я готовил парусный спорт на Олимпийские игры в Китае. Я ездил с ними туда и помогал им еще до этого в Португалии на международных соревнованиях. Начинал я со спорта еще сборная ЦСКА Москвы с Владимиром Назлымовым. Потом я много работал с хоккеистами. Ведущий команд «Динамо Москвы» я готовил психологически хоккеистов. Потом «Торпедо» Нижнего Новгорода. Футболистов я готовил. Ну, короче говоря, я много чего в жизни делал. И я действительно междисциплинарный. В этом отношении я и методику создал, междисциплинарную. Между физиологией, психологией, медициной, нейробиологией, нейрокибернетикой. Короче, такая методика. И она уже частично присутствует в системе образования. В частности, в учебнике для 10-11 классов профессора Матвеева. Она стоит. Методика синхрогимнастики и по методу саморегуляции ключ. Сам-то ключ нам не стоит. Он у меня в разных книгах. И для военных, и для космических. В самых разных конференциях образовательных я участвовал, международных и так далее, и так далее, и так далее. В общем, суть заключается в том, что моя задача заключалась в связи с физкультурой и спортом в том, чтобы действительно люди хотели вести здоровый образ жизни. Я был профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития и образования. Несколько лет обучал там педагогов, чтобы они в школе могли ученикам хотя бы на 1-2 минутки давать те элементы гимнастики. Я создал эту гимнастику в соответствии с современными требованиями, которые не занимают много времени, но очень эффективно за счет того, что действия синхронны текущему состоянию индивидуальности в тот момент, когда он их использует. Основывался я на том, что человек инстинктивно, сам, когда решает какую-то волнующую для себя задачу, невольно, инстинктивно совершает некие действия, которые ему помогают ее более успешно решать. Потому что он сбрасывает лишние пики напряжения, которые вызывают зависание мыслительного процесса, как в компьютере. Вот такими движениями, например, являются, когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами, жвачку жует там, голову чешет там или что-то. Есть какие-то действия, или ногой качает, или в кресле раскачивается. Когда он готовится к рекорду, у него мандраж, а девушка перед доской школьной нервная дрожь, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Нервная дрожь – это на высоких частотах, а ходить туда-сюда по комнате – на более низких частотах. И там, и там нервные движения. Они, собственно говоря, имеют некий континиуальный характер. Если обычное движение имеет начало и конец, то есть оно дискретное, А вот эти повторяемые движения, которые повторяются, то есть это цикличные виды спорта, например, повторяемые движения, они снимают напряжение. На этом основаны чётки, повторяемые молитвы, мантры. На этом основаны всякие техники медитации. Короче говоря, если взять, посмотреть за человеком, что он инстинктивно делает, когда готовится к ответственному выступлению, мы можем заметить, например, человек готовится петь, и в этот момент правый кулак сжимает. Я его спрашиваю, почему ты сжимаешь кулак? Он говорит, я не знаю, даже не обратил внимания. Но я как специалист обратил внимание, и поэтому ему сказал, у тебя концерт когда будет ответственный? Он говорит, через неделю. Я говорю, ты знаешь что, ты эту неделю каждый день моделируй себе эту ситуацию, как будто ты стоишь перед залом, настраиваешься петь, и давай почаще сжимай свой кулак. И я превратил ему инстинктивное действие в ему для упражнения. И он стал делать так, и выступил прекрасно. Теперь мальчика мама привела, говорит, он всё время говорит, качается вот так вот, вот его не остановить, у него экзамен в понедельник. Я хочу, чтобы вы его научили, чтобы он был спокойный, сосредоточенный и так далее. Я ему говорю, а он уже и качается сидит, вот так вот сидит, делает нетерпеливо. Я ему говорю, сильнее качайся. А мама говорит с удивлением, я для чего его вам провела? Я говорю, подождите секунду, давай сильнее, давай сильнее, ещё сильнее. И он давай качается, 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 а потом он мне говорит через 2 минуты примерно. А сколько качаться? А я говорю, а что такое? Да, я, говорит, уже не хочу качаться. Пар выпустил. Я говорю, я тебе даю домашнее задание. У тебя в понедельник экзамен каждый день. 5 минут, сиди и вот так делай. Осознанно. То есть, по существу, идеология этого подхода заключается в том, чтобы пронаблюдать, какие инстинктивные действия человек выполняет, когда он решает какую-то волнующую задачу, и превратить их в упражнения. И когда он этим занимается, он находит себя увереннее, он лучше соображает. На этой основе я сейчас веду школу, которая называется «Человек будущего» Homo Futurus. У меня там 65 почти тысяч подписчиков из разных стран. И мы там совместно проводим бесплатные ликбезы, вебинары проводим, где все желающие обучаются снимать у себя стресс, использовать потенциал страха и стресса как стресс-трамплин для решения ранее нерешаемых задач. Я могу потом, когда буду отвечать на вопросы, немножко на это обратить внимание, но сейчас я просто рассказываю о самой идеологии. И вот у меня есть синхрогимнастика, например, как часть метода ключ, которая в учебнике стоит для 10-11 классов профессора Матвеева. Эта синхрогимнастика, она состоит из пяти стандартных упражнений, которые обычные люди легко делают, потому что они как раз вычислены среди статистически на тех действиях, которые сразу помогают. И там новая парадигма внимания. Внимание там направлено не на качество их выполнения, а на предмет волнующего вопроса. Точно так же, как когда человек ходит туда-сюда по комнате, он уже думает не как ходить, он думает о своей проблеме. А ходьба – это инструмент, так сказать. Когда я обратил на это внимание и показал, вот, например, хлёст. Хлёст руками по спиде. Первое упражнение в синхрогимнастике. Человек просто стоит, думает о том, что ему сейчас выступать нужно. Он зажат. У него нервно-мышленный зажим. Ему надо раскрепоститься, снять зажимы. А зажимы, оказывается, это в потенциале там очень большая энергия. И это одновременные блоки сознания. И когда он просто берёт и делает хлёст руками по спине, вот так. И вектор внимания именно на вопросе, который он решает. Например, мне предстоит перед вами выступить. Я за пять минут до этого одну минутку там вот так ходил по комнате и вот так делал. Потом я заметил, что пловцы так делают перед тем, как бросится воду. Их учат это. Потом я заметил, в лесу, на морозе, человек вот так делает. То есть по существу это всё в природе есть. Это всё органично, ничего искусственного. Надо просто быть наблюдательным. Мне одна директор школы сказала, ну мы знаем, что дети ногой качают. Ну и что? Что им запретить ногой качать? Я говорю, какой вывод вы из этого сделали? Она говорит, не знаю, какой вывод. Мы им говорим, сиди ровно. А я говорю, я сделал вывод. Сделал из этого упражнения, чтобы человек осознанно делал. И поэтому в школах я обучал как? Первое упражнение хлёст. И думаю, о чём думаете. Второе упражнение лыжник. Пятки поднимаешь, руки вниз бросаешь. Или руки поднимаешь, пятки поднимаешь. Каждый подбирает то, что ему подходит. Одна дама у меня вот так делала. Делала, делала минуту, а потом говорит, ой, выходить оттуда не хочется. Я говорю, а вы кто? Она говорит, я лыжница. Она потому и лыжница, что это ей подходит. Потому что в жизни люди сами выбирают те виды деятельности, при выполнении которых они чувствуют облегчение. Один становится пловцом, другой боксёр, третий фехтовальщик. И я придумал моделирование. А это, кстати говоря, любой тренер по боксу хорошо знает. Называется бой с тенью. Я придумал, у кого большая агрессивность, я говорю, давай вместо того, чтобы начальника колотить, или женой ругаться, бой с тенью упражнение тебе какое? Что колоти? Как в Японии колотили куклу начальника. Колоти воздух. И он стоит, колотит. А другому больше подходит на барабане играть. А третий больше подходит вязать. Вот это всё повторяемые движения, интенсивность которых зависит от уровня нервно-психического напряжения. Оказывается, есть доза. Если человек выполняет... А, ещё есть упражнение шалтай-болтай, которое делают все дети. Дети просто болтаются туда-сюда до третьего упражнения синхронностики классической. И там подбираете ещё приёмы, которые сами создаёте, каждый для себя. Там есть ещё лёгкие тайницы и прочее десятое. Так вот, принцип заключается в том, чтобы подобрать действия синхронно и текущему состоянию, и доза это время её продолжительности. Если делать, допустим, одну минуту, это аналог 50 грамм для храбрости. Потому что включаются эндорфины, вместо адреналинов. Если делать 15 минут, это бутылка. То есть, если человек делает 15 минут шалтай-болтай, он потом садится, ему всё ни по чём. Он говорит, слушай, такая покоя, такая благодать, ну такая благодать, ну приятная. И оказывается, эта благодать бывает и в повторяемой молитве. Когда человек молится, 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 у него иногда наступает глубинный душевный покой, в котором он говорит, вот эта молитвенная благодать. А ведь на самом деле это нирвана. Это нирвана. Это состояние вообще-то, которое сегодня называется дефолтом работы мозга, или великим ничто, или состоянием не ума, или, ну короче говоря, и мистики этим пользуются, и так далее. И это из духовных практик суфьев. Ну много-много там. Везде я бы мог эту целую лекцию прочитать. Но факт заключается в том, что сам подбор действий синхронных к текущему состоянию развивает креативное мышление, активизирует поисковость. Потому что раньше нас учили, делай, как я, то есть подражай. А мы говорим, делай, как ты, то есть подбирай. Принцип подбора путем перебора вместо обучения на основе повторения. Потому что повторение обучает исполнителя, а подбор путем перебора обучает творца. И вот сейчас возникла неопределенность. Шаблоны, которые у человека вырабатывались тысячами лет, в этой точке времени могут не срабатывать. Ему нужно мгновенно на уровне скорости инстинктов принимать решения. То есть по существу развивать себе изобретателя. И тут оказалось, что метод ключа, о котором я говорю, как раз таки этому подходит. И поэтому я сегодня и со спортсменами работаю, и с банкирами, и с врачами. И сейчас вывожу из ковида людей. Просто вот по интернету я им говорю, как? Волна, волна. Просто сидишь, качаешься по зеленой зоне. Это как? По критерию максимальной комфортности. Так, как тебе подходит, а не как надо. А тебе надо, как тебе подходит. А это как? А это то, что тебе приятно. Да что вы говорите? Нас так никогда не учили. Нас учили преодолевать. Правильно. Но если вы хотите преодолевать, то вам надо иметь для этого силы. А чтобы восстановить силы, вам нужно быть в мозговом санатории. То есть отпустите свое тело и качаетесь по зеленой зоне. Переживайте. Как переживать? Нас так не учили. Нас учили выргонять плохие мысли, настраиваться на хорошее. А вы можете, когда у вас острый стресс, думать о хорошем? Нет. Поэтому думайте, о чем думается. Но на волне автоколебаний. И вот когда они начинают вот так, в больнице там, прямо выходили, вы посмотрите мои ролики на YouTube-канале, там дама 70 лет, мудром возрасте, только из больницы выписалась. Я с ней часик поработал, научил, она потом сама все это делает. Она говорит, я стала делать, и потом на второй день мне петь захотелось. А вышла она ко мне в таком жутком шоковом состоянии. Жить не могу, говорит, умираю. И вышла. А теперь, говорит, мне петь захотелось. Посмотрите ролик, когда там рассказывают это все. Что дает физкультура, вот эта физкультура, когда она синхронна индивидуальности. Мне кажется, что когда тренер говорит, подход должен быть индивидуальный, а на практике говорят, делай как я, а мы как раз таки, вот метод ключ, подбирай себе действия синхронные твоему состоянию, а сам процесс подбора развивает личность. Это потрясающе. Я горжусь этим, что мы этим занимаемся. Я вас привлекаю к этому подходу. Это и будет междисциплинарный. Мы прямо синхронно с проректором вашим прямо синхронно говорим о междисциплинарном подходе. Когда физические упражнения можно применять для развития личности. И чтобы сделать здоровый образ жизни. Именно не из того, как надо, а как организм требует. Да, мое выступление закончено, иначе я могу долго говорить. Поэтому вопросы, если есть, пожалуйста. Спасибо большое, Хасай Магомедович. Очень интересно. Надеемся, что в ближайшие конференции вы у нас не лекцию почитаете. Я думаю, что желающих вас послушать, пообщаться. Будет много. Уважаемые участники конференции, уважаемые гости, пожалуйста, вопросы. Хасай Магомедович готовы ответить. Есть ли кто... Вот можно вопрос? Да, Татьяна Романовна. Уважаемый Хасай Магомедович, огромное, просто мега спасибо вам за то, что вы приоткрыли нам некие знания, потому что объясню, почему. Последнее время, лежа на стене и глядя в телевизор, я заметила, что правая нога моя совершает колебательное движение вправо-влево. Мне таки испугаться, я стала за этим наблюдать. Я стала это контролировать, я стала это останавливать. А может быть, мне все-таки не останавливать, может мне провести вот то превентивное самолечение, что называется, как с мальчиком перед экзаменом, может быть, мне это сделать усугубленно выполнить. Вот я так думала, что это у меня начинаются возрастные гиперкинезы. Но я готова провести это так, как вы скажете, так я и сделаю. Благодарю за внимание к вопросу. И вам большое спасибо. Мой ответ такой. Да, именно организм подсказывает, что вам нужно сделать для того, чтобы восстановить баланс. Если вы позволите своему организму делать то, что организм требует, качать ногой, стонать, вопить, бегать по комнате, побыть само собой. Нам никогда не давали побыть само собой. Мы всегда были в каком-то зажатом положении, мы всегда играли не свою роль. Побыть собой, дать ноге, пускай качается. Конечно, у меня так все так и делают, вот женщина говорит, а мне хочется рукой трясти. Я говорю, тряси рукой. Она говорит, а мне хочется вот так вот делать. Я говорю, ну вот, когда начинаете первый раз так делать, имейте ввиду, если вы не подготовлены, чтобы сильно шея не крутилась и так далее. А вы вспомните у Кашпировского в залах, некоторые дамы, когда они входили в трассу у него, они вот так руками делали. Почему? Он же им не диктовал этого. Нет. Это организм, когда снимает напряжение, сам выдает вот эти движения. И поэтому, а он не догадался, он не догадался, он продолжал гипнотизировать. А я догадался, и я сказал, перебирайте разные движения. Например, дирижируйте, дирижируйте, или бой с тенью делайте, или гребите как будто бы веслами, или скачите как будто на коне. и когда перебирает человек движение по полминутки каждая, вдруг он выходит на свое действие. Вот вы вышли сами на то, что ногой так делаете. Если вы будете это делать, отпустите себя, и будете как свобода в чистом поле делать то, что организм требует, вы через 10 минут придете к состоянию необыкновенного покоя. Вы придете к такому состоянию, когда вы впервые счастливы за много времени, потому что вы все время были в каком-то диком напряжении, потому что вы всегда были не сама собой. И там вы накапливаете силы, а потом вступаете в жизнь уже сильная, и там преодолеваете, и проявляете волю, а это мозговой санаторий, чтобы вы отдохнули, восстановили, чтобы организм сам себя привел в порядок. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? У меня есть вопросы сложно. Да, пожалуйста. Я хотела спросить, как называется канал? Представьтесь, пожалуйста. Таланова Татьяна, третий лечь, 25-я группа. Мне очень заинтересовала тему по поводу феврозов, каких-то повторяющихся движений, потому что сама за собой подобное наблюдала, но, к сожалению, из-за тревожности, из-за постоянных стрессов не могу избавиться. Это иногда отвлекает. Вам необходима ссылка на канал, да? Да, если можно. Это будет очень хорошо. Либо просто название. Я бы нашла. Хасай Магомедович, можно мы в чате выложим? Конечно, конечно. Метод ключ Хасай Алиева, YouTube-канал, метод ключ Хасай Алиева. Я хочу сказать, что в повторяемых движениях есть, главное, соль, автоматизм. Их легче делать, чем не делать, и делаешь совершенно легко, без всякого труда. Повторяемые движения, которые тебе подходят. У алкоголика утром дрожат пальцы. Почему? Повторяемые движения слимают напряжение. Так вот, этот автоматизм, если его смоделировать, например, вы просто будете держать руки перед собой на таком расстоянии, чтобы вам не трудно было, как будто на воду положили, и вообразите себе автоматическое движение, например, что они по автоматизму начинают двигаться в разные стороны, и если вы не будете этому мешать, включится идиомоторный рефлекс. Это называется идиомоторная тренировка. И пойдут руки, и вы то же самое почувствуете расслабление, и вы то же самое почувствуете, как если бы вы механически делали шалтай-болтай, там, допустим, 5-10 минут, а здесь может сразу произойти этот квантовый переход, но он вообще-то тригендный называется. И пошло, и вы сразу выходите на это состояние нирвана. Можете пальцем вот так, там есть еще шкала стресса, вот например, когда вы говорите стресс и напряжение, вот это 10 это шторм, а вот это 0, здесь 10 делений. Если вы обратите на себя внимание, ну сама идентификация такая, на каком вы сейчас, вот данный момент, не вчера, не позавчера, вот на каком вы сейчас находитесь делений примерно. Это 10 это плохо, 0 это хорошо, это состояние между сном и бодрствием, когда мысли текут как облака, ничего внутри не задевая, комфортно, вот это благодать, это 0, это шторм, это штиль, это шкала стресса. Вот где вы сейчас находитесь? Ну наверное на шестерке. Хорошо, держите руки перед собой. Сделаю. Просто перед собой так. Можете? Да, 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 держите руки перед собой. Да, сделаю. Я не вижу, вы держите их на високе. Вот. И воображайте, что они пошли в разные стороны. Им не мешайте. Просто мечтайте, что они идут и думайте о своем, о чем вам думают, об экзаменах, о детях, о соседях, о маме, с папой, о чем хотите. И краешком ума, как говорится, о том, что руки расходятся. когда вы их держите на определенном таком удобном положении, чтобы шея не напрягалась, чуть ниже опустите, или поверните руки вот так и представьте, что они притягиваются. идея вызывает рефлекс движения. Это называется идеомоторные движения. Да, можно этим путем. Там есть путем повторяемых движений или путем управляемых автоматизмов. Два входа есть в это состояние. Состояние наступает не тогда, когда вы это делаете, а потом, когда вы минутку так поделали, поделали, потом вот так сели, взгляд сделали рассеянный, думаете, о чем думается, и в этот момент вдруг обнаруживаете, о, как легко стало, как груз упал с плеч. Вы дома поделайте, попробуйте. Спасибо огромное. Да, у нас просто план дарил. Я вам очень благодарен, не буду вас отвлекать от продолжения вашего важного занятия на конференции. Спасибо вам большое. Надеемся, что мы продолжим сотрудничество. Спасибо. еще раз повторяю, для меня честь пригласили. До свидания. Дружим. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Следующий доклад. Это наши гости. Тоже мы, как это получается, взаимодействовали в одном направлении. Я думаю, что в этом направлении, направлении по проблемам физической культуры и спорта мы тоже будем взаимодействовать. Это Алионов Сергей Владимирович и Поликанова Ирина Сергеевна. Это институт МГУ имени Ломоносова. Значит, тему доклада Ирина Сергеевна сами представите. Да, добрый день. Добрый день. Спасибо вам огромное. Спасибо большое Сергею Владимировичу, потому что мы в тандеме сейчас, наверное, мы будем заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вот, поэтому ему огромный привет и вам большое спасибо. Да, обязательно передам. Он, к сожалению, не смог по уважительной причине присутствовать сегодня. Вот, но, тем не менее, мы очень благодарны вам, что вы нам предоставили такую возможность выступить на конференции и познакомить вас, коллег, участников конференции с результатами нашего проекта, который посвящен виртуальной реальности в спорте. И я бы, чтобы не занимать много времени, хотел сразу показать презентацию. Да, я вас с организатором сделала уже. Так, демонстрация. Вот так сейчас видно? Все хорошо видно. Да, да, да. Вот, да, и как я уже сказала, наш проект посвящен разработке технологий с использованием виртуальной реальности для оценки уровня мастерства в спорте. и вот в настоящее время у нас проведено исследование на борцах вольного стиля и на хоккеистах. И вот я бы хотела сегодня как раз познакомить с результатами. Вот, и вначале хотела бы сказать, что этот проект реализуется не исключительно факультетом психологии МГУ, а в сотрудничестве также с механико-математическим факультетом. И у нас такая сложилась дружная междисциплинарная группа сотрудников, благодаря которой у нас как раз получается реализовывать этот проект. И, как я уже там сказала, в настоящее время провели исследования на хоккеистах и на борцах. И в рамках этих проектов мы планировали разработку таких специализированных виртуальных сред, которые позволяли бы имитировать спортивные ситуации, которые встречаются в непосредственном спорте. И на первом этапе они позволяют проводить соответствующую оценку и диагностику уровня мастерства. И в дальнейшем адаптация этих технологий она позволит также проводить и тренировку специфических навыков характерных для конкретных видов спорта. И начать я бы хотела как раз с части исследования посвященному вольной борьбе. И, ну, как известно, вольная борьба это контактный вид спорта. И он предъявляет к спортсмену очень высокие требования как к физической подготовке, так и к когнитивной подготовке, что обусловлено в принципе спецификой самого спорта, поскольку он очень динамичный и характеризуется большим количеством комбинаторных ситуаций с высокой степенью неопределенности. То есть спортсмену нужно постоянно анализировать, мониторить целый комплекс параметров и положение себя, и положение соперника, и выбранную стратегию, и на основе анализа всей этой информации он должен каждый момент времени принимать решение о выборе того или иного действия. То есть это прям такой очень непрекращающийся процесс, требующий постоянно включенности и когнитивных ресурсов, и физической подготовки. И также важно отметить, что одним из наиболее важных психологически профессионально важных качеств борца является антицифация, которую можно определить как способность человека прогнозировать будущие события и действовать с упреждением во времени. И в отношении вольной борьбы крайне значимо уметь предвидеть поведение соперника. И это предвидение, оно чем быстрее происходит, тем эффективнее будет выступление самого борца, поскольку ему дает это преимущество при выборе атакующего действия или контратакующего действия. И соответственно наша технология, которую мы разработали, она предлагает такой много новый методологический подход к оценке уровня мастерства борцово-вольного стиля. И как раз в основе этой технологии лежит способность к антиципации. И вот сейчас я коротко расскажу, в чем состояла суть исследования. Во-первых, было несколько этапов, и на первом этапе нами были отобраны несколько ключевых приемов вольной борьбы. Отбор этих приемов осуществлялся с учетом экспертного мнения. В нашей команде есть профессиональный борец, чемпион мира. С его помощью мы как раз отобрали несколько таких довольно важных навыков приемов вольной борьбы. Мы провели их запись с помощью камеры 180 градусов. То есть она представляет собой такую камеру GoPro, которая закреплена на таком устройстве, и она одевается на одного из борцов, и проводится запись каждого из выбранных приемов. Таким образом, у нас запись приемов осуществляется у первого лица, то есть не со стороны, а прям вот как видит борец данные приемы. И далее эти записанные видеоролики были адаптированы под систему виртуальной реальности, также они были дополнены специальными заданиями по выбору вариантов ответов правильного контратакующего действия. на следующем слайде чуть-чуть подробнее расскажу. И далее была проведена апробация этой технологии, ее результаты тоже сейчас расскажу. На данном слайде представлено как раз восемь выбранных навыков и вариант ответов по контратакующим приемам, которые должен выбирать испытуемый во время проведения записи. И сама методика заключалась в следующем. То есть у нас каждому испытуемому предъявлялся видеоряд, состоящий из отдельных восьми видеороликов с изображением записанных приемов вольной борьбы. и каждый видеоролик начинался с исходного положения борцов, далее происходил подготовка и выведение на прием, далее видео останавливалось и предъявлялось три варианта как бы последующего контратакующего действия. И испытуемый должен был с помощью такого джойстика выбрать правильный ответ. Это соответственно все регистрировалось, записывалось и далее ему предъявлялось окончание приема и так по очереди предъявлялись все восемь видеороликов. Вот здесь изображены примерно скриншоты примерно того, как выглядит данная задача. То есть все испытуемые надевали шлем виртуальной реальности, как здесь на фотографии изображено и видели такую обстановку. это на самом деле их зал, в котором они непосредственно занимаются, их тренер. На данном слайде изображены данные пилотного исследования. Мы провели запись на 10 борцах вольного стиля, а также и 4 испытуемых группы контроля, которые не занимаются вольной борьбой в принципе. И здесь отображены 8 приемов и испытуемые. И здесь видно, что в группе контроля довольно мало правильных ответов. Здесь оно соответствует уровню статистической ошибки. Здесь один или два правильных приема. Скорее всего, просто участники угадывали. Когда мы видим группу борцов вольного стиля, видим, что здесь совсем другая картина. Здесь в среднем по 4 -6 правильных ответов борцы дают. При этом разные приемы не равнозначны, потому что как мы видим некоторые приемы, практически все испытуемые смогли правильно на них ответить. Например, второй прием и седьмой. сейчас мы планируем также продолжить исследование в данной области и попробовать записать и посмотреть разницу между восприятием приемов, антисипацией в условиях записи не только от первого лица, но и от третьего и посмотреть, какие где приемы может быть более эффективно например, тренировать от третьего лица, а не от первого. Вот, это была часть посвященная как раз разработке технологии использования виртуальной реальности для вольной борьбы и вторую часть выступления я хотела посвятить той части исследования, которая посвящена разработке виртуальной среды для тренировки хоккеистов уже вот хоккей на самом деле могло бы показаться, что хоккей и вольная борьба они абсолютно разные виды спорта, но на самом деле если посмотреть глубже, хоккей так же как и вольная борьба характеризуется очень высокими требованиями как физической, так и когнитивной так и когнитивным ресурсом и точно так же он характеризуется очень высокой динамикой и наличием большого количества таких вот комбинаторных ситуаций, когда нужно постоянно принимать решения на анализе большого количества информации, это и включая и положение игроков, и положение шайбы, и вообще стратегию игры, и счет игры, и временные характеристики, и хоккеистам нужно постоянно всю информацию держать в голове, и с учетом всего этого анализа принимать решения о игре, и в связи с этим хоккей тоже очень интересен для такого экспериментального анализа, ну вот в нашем случае в условиях виртуальной реальности, и в рамках данного проекта была разработана виртуальная среда, которая с одной стороны позволяет проводить оценку уровня мастерства хоккеиста на основе показателей эффективности, то есть насколько хорошо он отбивает шайбы на основе показателей динамики постурального баланса, то есть способность поддерживать стойку хоккеиста, а также на основе зрительно-моторных реакций, вот, а во-вторых данная технология позволяет также и совершенствовать уровень мастерства хоккеиста, поскольку данная среда позволяет задавать разный уровень сложности. Вот, и сейчас с нами было проведено таких два основных этапа данного исследования. На первом этапе основной оксан был смещён на исследование постурального баланса, то есть позы и стойки хоккеиста, поскольку стойка хоккеиста является основополагающей такой позой хоккеиста, которая нужна как для отработки навыков, так и для тренировки, так и для непосредственной игры, и показано, что профессиональные хоккеисты, они, у них, вот эта стойка хоккеиста, она настолько автоматизирована, что они её держат в любом состоянии, в условиях утомления, стресса, игры, не игры, то есть они её держат постоянно, и это позволяет им более эффективно выполнять комплекс различных навыков, способствующих эффективной игре. Вот, с другой стороны, новички, хотя они могут там выучить правильное положение тела, правильную стойку, они могут её довольно долго держать, но как только возникает какое-то условие стресса или развивается утомление, они быстро её теряют, и это приводит тоже к быстрому возрастанию количества ошибок. И на нашем первом этапе была, как я уже сказала, основной акцент сосредоточена на изучении как раз вот этой базовой стойки хоккеиста, и было показано, что сейчас на первом этапе была разработана сама виртуальная среда, отображающая сцену виртуальную хоккейную площадку, которая была адаптирована для двух систем виртуальной реальности, для системы кейв, и также для системы шлемной виртуальной реальности. запись позы человека производилась с помощью специальных датчиков, регистрирующих движения, которые располагались на теле, на бедрах и на голенях. Также анализ проводился и по положению головы. И результаты показали, что профессиональные хоккеисты при сохранении позы характеризуются намного больше амплитуды колебаний, чем новички, которые в свою очередь не имели опыта игры в хоккей. И соответственно мы это объясняем с позиции, что новички, поскольку они только-только-только научились стоять в позе, то они тратят намного больше ресурсов, что приводит к высокой ресурсозатратности данного навыка. И с другой стороны у профессионалов для них это естественно адаптированная поза и она в принципе характерируется такой довольно высокой колебательностью, потому что в таком случае довольно быстро и легко можно перейти в любое двигательное действие в езду и переключиться на выполнение другого навыка. На втором этапе исследования основной акцент был уже смещен в основном на разработку имитационной виртуальной среды, которая моделировала игру хоккеиста, то есть в данной среде было хоккеист был расположен на линии ворот, то есть испытуемы надевали шлем, они видели в шлеме свой аватар, то есть изображение своих частей тела, хоккеист при этом располагается на линии ворот, в руках он держит клюшку, при этом виртуальная клюшка совпадает с реальной клюшкой, и в ворота предъявляются шайбы с разного уровня сложности, и этот уровень сложности он зависит от расстояния шайбы, от ее скорости и также от высоты, и поскольку сымитированная хоккейная ситуация, она такая относительно, с одной стороны она экологическая, поскольку она испытуемые видит реальную хоккейную площадку, держит реальную хоккейную клюшку, отражает шайбы, но при этом сама ситуация немного искусственная, поскольку на площадке больше кроме самого испытуемого нету никого, и он видит только шайбы, и в связи с этим было принято решение подсвечивать сектор поля, из которого будет лететь шайба, и поскольку угол обзора шлема ограничен 110 градусами, то мы поделили соответственно на центральный сектор занимал 40 градусов и два крайних сектора занимали по 35 градусов, соответственно испытуемый внутри виртуальной реальности стоял на линии ворот и отражал шайбы, и сама процедура записи состояла из пяти блоков, в начале была проводилась запись стойки, также запись стойки проводилась в конце, и между стойкой предъявлялись пять блоков шайб, блоки, как я уже сказала, они различались сложностью, и понятно, что когда шайба летит с далекого расстояния с медленной скоростью, то там довольно легко ее отбить, и вот как раз в первом блоке в основном были самые простые шайбы для того, чтобы из-подом он мог как-то адаптироваться и уже понять задачу и отбить шайбы. Второй блок уже был сложнее, он уже характеризовался более сложными шайбами с более высокой скоростью. Третий блок по скорости полета шайб был самый сложный, то есть здесь уже скорость шайб доходила до 170 километров в час, что соответствует такой максимальной скорости полета шайбы в хоккее. Четвертый блок характеризовался тем, что в нем предъявлялись практически одновременно две шайбы, и было интересно посмотреть стратегию поведения хоккеистов, как они в данных ситуациях могут себя вести, как бы будет у них развиваться стратегия. Пятый блок включал только наблюдение за шайбами и ориентировался на записи глазодвигательных паттернов. И здесь изображена просто сама методика, как мы отбирали уровень сложности шайб. То есть у нас по факту, когда предъявляются шайбы, они характеризуются временем, которое они находятся в поле зрения у хоккеиста. И это время зависит от расстояния, с которого она предъявляется, и от скорости. Соответственно, в самом первом блоке, который характеризовался наиболее простыми шайбами, длительность полета шайбы была около секунды. То есть за это время практически любой человек может ее увидеть, зафиксировать и успеть среагировать. Более сложные шайбы уже характеризовались меньшим временем представления на экране. Красным цветом здесь изображены самые сложные шайбы, то есть это практически минимальное время, за которое можно успеть заметить и как среагировать на шайбу. Два вот этих значения были исключены уже из анализа, потому что по данным человек не в состоянии заметить и как среагировать на объект за 17 миллисекунд. Поэтому мы решили их исключить из анализа. Также для анализа нами были выбраны следующие параметры, это изменение углов в коленных суставах, в левом, правом, в тазобедренных суставах, также в левом, правом, перемещение клюшки. Здесь имеется в виду скорость реагирования клюшки и также скорость моторного ответа вообще на появление шайбы. Также записывалось количество отбитых, не отбитых шайб. И здесь представлены такие уже полученные данные на хоккеистах. И на левом графике мы видим пример моторного двигательного навыка у хоккеиста, а справа у новичка. И в случае хоккеиста мы видим, что его движения характеризовались такой четкостью, синхронностью и такой максимальной энергетической эффективностью, можно так сказать. при этом у новичка такая наблюдалась асинхрония, то есть у них движения были не четкими, не синхронными, не систематическими, что также приводит к тому, что они тратят очень много энергии и эффективность при этом не намного выше. Но здесь тоже важно сказать, что поскольку у нас группа новичков состояла преимущественно из борцов вольного стиля и оказались это повлияло на некоторые результаты, в частности на то, что скорость реакции и количество отбитых шайб они практически не отличались у группы хоккеистов и у группы борцов, то есть новичков в хоккее непосредственно. Но при этом были и также обнаружены и значимые различия. В частности мы показали, что хоккеисты например они значимо меньше двигают головой, что вероятнее всего как раз связано с такой специфической антисипацией, то есть в момент когда они обнаруживают шайбу, им не нужно двигать головой, чтобы проследить куда эта шайба полетит. Они уже могут ее антиципировать и дальше они уже просто двигают и отбивают ее клюшкой. Тогда как как раз новички при фиксации шайбы зрительно для того, чтобы ее отбить, они ее прослеживают взглядом практически до самого конца и уже потом ее отбивают. при при этом по статистически значимых различий по изменению углов в тазобедренных и коленных суставах мы не получили различий, хотя по визуальному отображению они различаются довольно сильно. Также, как я уже сказала, наши испытуемые практически не показали различий в количестве отбитых шайб, а также в количестве а также в скорости двигательной реакции. И мы это как раз связываем с тем, что борцы, поскольку основная львиная доля наших новичков состояла из борцов вольного стиля, а для борцов в свою очередь также очень важна антиципация, как мы уже сказали ранее, и также очень важно уметь быстро эффективно реагировать на внешние стимулы и принимать решения в выборе действия, то, соответственно, как оказалось, у них также очень высокая скорость реакции, и поэтому это отражается в такой же высокой довольно эффективности, но при этом, как мы показали, у хоккеистов есть довольно все равно специфические важные двигательные паттерны, которые позволяют им более эффективно выполнять спортивную деятельность. Здесь там показано, что у нас все-таки скорость реакции кружкой у хоккеистов была немного быстрее в первом и третьем блоке. В целом это все. Благодарю за внимание и буду рада ответить на вопросы. Спасибо большое, Ирина Сергеевна. Я думаю, что интерес однозначно специалистов вызвал ваш доклад. Пожалуйста, вопросы. Добрый день, Ирина Сергеевна. Авила Ваинга Анатольевна, доцент кафедры физической культуры Курский медицинский государственный университет. У меня вопрос. Слышно? Да, 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 все слышно. У вас очень интересный доклад с содержателями такой разносторонний захватывает много аспектов физической культуры. У меня вот такой вопрос. Не рассматривается ли данная технология как возможность проводить отбор среди новичков наиболее талантливых спортсменов, учитывая ваши данные, параметры, которые вы снимаете, поскольку это достаточно перспективная технология виртуальной реальности. очень хороший вопрос. огромное. Во-первых, следует сказать, что он затрагивает сразу несколько важных сфер. Во-первых, если отбор таких талантливых новичков, как правило, этот отбор происходит в довольно раннем возрасте, а здесь такой есть этический момент. Во-вторых, использование виртуальной реальности на детях считается, что где-то до 12 лет не очень хорошо использовать виртуальную реальность, потому что другие есть своя специфика. Во-вторых, также мы же помогаем отрабатывать как раз какие-то специфические навыки. И здесь может быть у человека не быть какой-нибудь очень там высокой скорости реакции, но он ее может сформировать в течение жизни. Наработать. Да, и наработать. И здесь мы как бы там сразу говорим человеку, что он как бы не в данном виде спорта. Я бы со спаской наверное к такому направлению бы относилась с точки зрения этики. Спасибо. Спасибо вам большое за ответ. Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, это важная тема. Разрешите тоже задать вопрос Корчагина Наталья Анина на кафедре физической культуры Курский государственный медицинский университет. Скажите пожалуйста, вот спортсмены высокого уровня, высокого класса, они имеют достаточно плотный тренировочный график практических занятий. Это получается где-то 6-8 тренировок в неделю минимум. я так думаю. И сколько возможно добавить тренировок в недельный цикл с применением виртуальной реальности для того, чтобы сформировать благодаря этой технологии какие-то дополнительные возможности у спортсмена. И как это будет, в какое время все это возможно внедрить в тренировочный процесс. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Также это он конечно такой очень важный с прикладной точки зрения. Здесь тоже он такой довольно комплексный ответ будет, поскольку здесь есть такая часть связана с фундаментальной наукой и вот уже с прикладным аспектом. И когда мы говорим про прикладного аспекта уже у профессионалов, то они как правило не приходят с как бы мы на самом деле это только разработали, мы только развиваем нашу технологию. То есть у нас такого опыта прикладного применения в спорте высших достижений нет. То есть мы сейчас скорее всего акцентируем внимание на фундаментальную сторону вопроса. Но с другой стороны когда мы говорим о профессионалах, они у них в целом уже все сформировано, но у них может быть какой-то определенный навык там требуется как-то его там отработать и здесь уже зависит от конкретного данного случая. Но здесь такого четкого конечно такого решения я вам точно не скажу сколько нужно приемов, но как считается вот даже с тем же биологической обратной связью чтобы сформировать какой-то навык реакцию чтобы были видны какие-то изменения нужно хотя бы 10-15 каких-то таких тренировок провести но это как бы мое предположение пока вот а с другой стороны тоже я бы хотела коротко сказать про такую тематику как раз связанную с фундаментальной стороной этого вопроса что вот говоря о виртуальной реальности профессиональные спортсмены они для нас выступают в качестве некоторого эталона то есть вот если вот такое движение делает супер профессиональный спортсмен то скорее всего это вот как бы является тем эталонным навыком которым нужно стремиться и виртуальная реальность позволяет например при записи вот этого навыка у новичка или там у там как бы там непрофессионалом сравнить успешность выполнения этого навыка с профессионалом и посмотреть те какие-то слабые звенья которые там нужно как раз потренировать поправить потому что это не всегда понятно то есть мы даже вот в процессе работы это и мы тесно взаимодействовали с профессиональным тренером профессиональным тренером в хоккее и вот профессиональным тренером в вольной борьбе и вот он говорит что очень сложно понять вот тонкость навыка где слабое звено то есть вроде бы он все делает правильно Но не получается. И вот, например, иногда проводят видеозапись и потом уже разбирают эту видеозапись покадрово и смотрят, что конкретно делает не так спортсмен. И виртуальная реальность, например, позволяет провести запись движений и сравнить, наложить ее на выполнение, на эталонную запись. То есть у нас такие вот мысли были тоже пойти вот в эту сторону. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Я думаю, что, да, вот интересный доклад. Надеюсь, что мы будем дальше взаимодействовать. Да, очень буду рада. Будем рады. Спасибо большое. Да, мы пойдем дальше к реализации программы, потому что у нас еще много тоже выступающих. Спасибо большое. Следующий доклад. Привалова Ирина Леонидовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета. И Бобровский Евгений Анатольевич, преподаватель кафедры физической культуры, тоже Курского государственного медицинского университета. Тема доклада – влияние систематических футбольных тренировок на электрическую активность мышц, осуществляющих дерсифлексию стопы. Ирина Леонидовна. Я могу презентацию? Да, я вас сделала с организатором. Добрый день, уважаемая Татьяна Валерьевна, уважаемые коллеги и гости. Я продолжаю тему взаимодействия, тему комплексирования, и я хотела бы представить часть работы, которая является результатом вот такого взаимодействия двух кафедр внутри КГМУ. Это кафедры нормальной физиологии и кафедры физической культуры. Конечно, проблема, которая по выступлениям предыдущим, понятно, что проблема вот такого доказательности, как и доказательная медицина в спорте, она стоит достаточно остро. И поэтому работы, в которых получались бы какие-то конкретные доказательные результаты, влияние тренировок на какие-то параметры определенно, они очень актуальны. Поэтому, естественно, в физиологии можно найти такие методы, которые можно было бы использовать для подтверждения результативности тренировок. И мы попробовали это найти. Значит, мы обратились к синергетическому подходу, потому что в настоящий момент он один из самых актуальных подходов, которые используются для объяснения мышечной активности с точки зрения этого подхода. Мышечные синергии – это строительные блоки для регуляции движений центральной нервной системы. И вот на сегодняшний день сформировались вот такие представления места мышечной синергии в системе нейромеханического контроля. То есть эфферентное звено здесь наблюдается мультисенсорная интеграция, то есть от большого количества мышц и нейронов импульсы или информация сводится к небольшому количеству нейронов, такой интегративные механизмы. И потом управление осуществляется также, передается эта информация, эти импульсы передаются также небольшому количеству центров, которые управляют группой мышц. Вот эта группа мышц называется мышечная синергия. По этому поводу написано достаточно много научных статей, и к этому выводу ученые пришли не сразу, буквально еще со времен Шерингтона, с начала 20 века, спорили, как управляется. Понятно, что мышца управляется нервным сигналом, но как? Один нейрон, одну мышцу, одной мышце посылает сигнал или двигатель на единице? Или, в общем-то, много было споров, и наконец, вот в настоящее время сформировалась вот такая гипотеза мышечных синергий. Значит, это... И недавно совершенно вот в такой популярной литературе я встречала такую статью «Мозг видит мышцы группами». То есть вот это и есть такой эффективный менеджмент со стороны центральной нервной системы. Таких синергий различают два вида. Это синхронная синергия, когда мышцы одновременно включаются, и вот такие синергии. Вот здесь мы видим, да, разные группы мышц, разные мышцы, у которых вот совершенно разная активность. В результате получается вот такая вот синергичное взаимодействие, получается вот такая прям вот хорошая мышечная активность, которая позволяет совершать какие-то движения. Значит, другой вид синергии – это изменяющаяся во времени синергия. И здесь есть участки такого активного тайминга, как их называют, и участки покоя или молчания, когда вообще может не происходить никаких движений. Поэтому и поскольку вот мозг видит мышцы группами, и мышцы реагируют, естественно, группами, и работают они группами, то нам было, конечно, очень интересно изучить именно группы мышц. С этой точки зрения нам очень помогла информация о том, что существуют две стратегии мышечных синергий. О том, что с одной стороны, при каких-либо воздействиях, в том числе и тренировочных, такие воздействия тренировочные тоже можно считать такими воздействиями внешней среды, синергии изменяются, возможно, две стратегии. Либо синергии становятся более жесткими, что укрепляет систему, либо они становятся более пластичными, и, как говорят в зарубежной литературе, более податливыми, вот такой термин используется, для того, чтобы в это время увеличиваются степени свободы, то есть больше возможностей для осуществления разнообразной движения. Вот такое направление исследований нас подвигло на такой стимул получения новых знаний о пластичности в проявлениях мышечных синергий, подвигло нас к исследованию, где можно было бы оценить, количество можно было бы оценить взаимодействие компонентов в модели. Мы взяли несколько групп мышц, сегодня я представлю одну из групп, это активность мышц, которые осуществляют дорси и флексию стопы, это две мышцы, которые выполняют одну и ту же функцию, везде описано, что они вот такие синергисты, это передняя больше берцовая мышца и длинный разгибатель большого пальца стопы, при том, что если активность передней больше берцовой мышцы описана и влияние тренировок на нее описано, то мышцы стопы практически не описаны. Поэтому нам было интересно исследовать эти мышцы в таком синергизме. Для этого мы исследовали две группы студентов. Первая группа включала 52 человека, это студенты, которые не имели спортивной специализации, и вторая группа 28 студентов, участники сборной команды КГМУ по футболу, которые регулярно, систематически тренировались под руководством Евгения Натальевича. Мы использовали методы функциональной мышечной тестирования и поверхностную электромиографию. Работы проводились с соблюдением всех этических норм. На первом этапе исследования, на подготовительном этапе исследования, участникам исследования объяснялись цель, задачи этого исследования, знакомство с самой процедурой. На основном этапе проводили запись электрической активности мышц. Для этого мы использовали электронейромиограф нейромвп-8. Мы фиксировали электроды на анатомических, на двигательных точках исследуемых мышц. Запись проводили в режиме максимального произвольного напряжения и получали примерно вот такие записи. Затем мы подвергали, оценивали нормальность распределения. Для этого использовали тест шаппер-вылка. Вычисляли, проводили классический такой статистический анализ. Так как электрическая активность мышц очень вариабольна, мы, естественно, использовали критерии непараметрические. Это критерии Кровского улеса. И для оценки взаимосвязи мы рассчитывали коэффициент на корреляции с пирмами. Для тех студентов, которые занимались в команде сборной КГМУ по футболу, проводились регулярные такие тренировочные упражнения. План этой тренировки представлен на слайде. В результате у нас получились вот такие данные. Значит, оказалось, что у студентов контрольной группы электрическая активность передних больше берцовых мышц с левой и правой достаточно различается статистически значимо. Причем это касалось и амплитудных, в основном амплитудных значений. А длинные разгибатели большого пальца отличались по всем параметрам электрической активности. Вот здесь представлены вот такие диаграммы размаха, где мы видим, что левые и правые конечности отличаются друг от друга. Причем это как значение медианы, так и значение размаха. То есть вот здесь левые более вариабельны, чем правые, что тоже, в общем-то, вполне объяснимо. То есть получается, что у нас вот такие студенты контрольной группы имели нормальную, то есть совершенно адекватную вот такую латерализацию функциональную. Мы критерием отбора, кстати, было доминирование правой ноги, и поэтому здесь у нас в этом смысле не было никаких, не было разброса. Что касается второй группы, тех студентов, которые регулярно занимались футбольными тренировками, то у них не было обнаружено существенных различий между левой, передней, больше берцовой, левой и правой мышцей, но зато были обнаружены существенные различия между электрической активностью длинных разгибателей большого пальца слева и справа. То есть получается, что в данном случае у них возрастала функциональная латерализация этих мышц, что говорит о том, что мышцы стопы имеют существенное значение в организации таких регулярных формирований навыков к футбольным движениям. И здесь мы провели сравнение всех параметров электрической активности с параметрами участников контрольной группы. Вы увидели, что здесь существенно, то есть у нас по всем видам активности передние больше берцовые мышцы отличались. И здесь вот везде видно, вот это контроль, вот здесь футболисты, контроль футболисты. И здесь можно увидеть, что размах становится существенно меньше. И это говорит о том, что сама электрическая активность становится более организованной. Значит, здесь частотные параметры электрической активности, здесь длинные разгибатели большого пальца. Тоже везде вот такая очень четко сгруппированная активность, электрическая активность мышц у студентов, которые занимаются в группе, занимаются регулярными тренировками. Но, конечно, это данные интересные, которые были получены. Особенно интересно по поводу мышц стопы, которые, в общем-то, в литературе вовсе не изучены. Но после вот этого фрагмента исследований, в общем-то, возникает такой вопрос, ну и что? В общем-то, достаточно ожидаемый результат, что более организованная, естественно, система более организована, более упорядочена активностью тех, которые регулярно занимаются тренировки, направленные на отработку определенных движений. Поэтому более интересно нам было продолжить эти исследования, эти работы в смысле оценки, вот той количественной оценки взаимоотношений данной мышечной группы. И мы это сделали, и вот здесь представлены результаты. Вот эти результаты представляются нам интересными, особенно вот эта часть, где рассчитаны коэффициенты корреляции между исследуемыми мышцами левой конечности и правой конечности. То есть вот если у исходной группы, во-первых, интересно то, что у контрольной группы все эти показатели, как для правой, так и левой конечности находятся, они характеризуются примерно в основном как положительные корреляционные связи средней силы. То есть что, в общем-то, нормально для студентов, которые не занимаются систематически спортом, просто вот ходят, уходят по земле, доходят, бегают, занимаются на занятиях по физической культуре. Понятно, что вот это очень хорошие показатели, потому что это, они говорят о том, что вот этот показатель, он может сместиться как в сторону жесткости, так и в сторону пластичности. То есть это в основном такие среднепластичные показатели. У студентов, которые занимаются футбольной секцией, слева коэффициенты корреляции возрастают, что говорят, что, в общем, они возрастают по максимальной амплитуде и возрастают по частоте, по частоте вообще очень сильно, что говорит о том, что в данном случае система становится более жесткой. Это говорит о том, что в данном случае, видимо, сформировался определенный навык, определенный алгоритм движения, что уже зафиксировано в результатах мышечной активности. Что касается правых мышц, то здесь передняя, больше берцовая, правая и длинная разгибатель большого пальца были также вот средние или слабые даже корреляционные связи у контрольной группы. И вот здесь очень четко интересные изменения по амплитуде. Они просто разрушаются по средней амплитуде, а по частоте становятся отрицательными. То есть это говорит о повышении пластичности системы, о том, что у них вот по Бернштейну получается большее свобода, большее увеличение степеней свободы. И в данном случае это совпадает, наверное, опять же с выводом, можно сделать вывод о формировании также определенных навыков, потому что вот правая нога, она участвует в ведении мяча, и здесь нужно как можно более разнообразные движения. Вот получается, что основа для этих движений в мучечной системе этих студентов уже сформировалась. Таким образом, из нашего фрагмента работ можно сделать несколько выводов. Первое – это то, что адаптация мышц синергиста, осуществляющая дорсе-флексию стопы, к систематическим футбольным тренировкам проявляется в возрастании латерализации электрической активности длинного разгибателя большого пальца. Второй вывод, который мы делаем в группе участников исследования футболистов сборной КГМО, вариабельность параметров электрической активности меньше, чем в контрольной группе, что говорит об ее упорядоченности, в общем, о том, что данные тренировки являются результативными. И корреляционные связи между амплитудными и частотными, между всеми параметрами также отличаются в группе футболистов, вот участников контрольной группы. Эти различия могут лежать в основе формирования навыков ведения мяча в результате систематических футбольных тренировок. Таким образом, результаты, полученные в данном фрагменте исследований, они вполне вписываются в теорию Бернштейна, которая сейчас также активно развивается исследователями мышечной активности и, в общем-то, в мировые концепции о синергии, о мышечных синергии. Поэтому, проведя такие первые исследования, мы так решили, что мы находимся на правильном пути и хотели бы их продолжать. И если студентам и дистудентам много присутствия, если кто-то захочет поучаствовать в таких исследованиях, включиться в нашу команду, пожалуйста, милости просим. Я благодарю всех за внимание. Спасибо вам. Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Вопросы есть? Но я очень надеюсь, что как это уже в таком личном контакте. Но если вопросы есть, мы готовы выслушать. Нет вопросов. Тогда переходим к следующему докладу. Павлова Людмила Евгеньевна, заместитель начальника отдела молодежной политики физической культуры и спорта города Курска. Тема доклада «Работа по привлечению населения города Курска к подготовке и выполнению нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». Людмила Евгеньевна. Добрый день. Вы, ваша учащая конференция. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я хотела бы рассказать о работе нашего управления по привлечению населения к подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городе Курске. Возрождение комплекса ГТО принципиально важно для формирования у молодого поколения целеустремленности и уверенности в своих силах. Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. В текущем году в городе Курске продолжилась работа по привлечению населения к подготовке и выполнению нормативов Всероссийского комплекса, физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Личным примером администрация города Курска также показывает важность участия в данном комплексе. 18 апреля 2021 года на стадионе Трудовые резервы шел региональный этап готов к руду и обороне среди муниципальных и государственных служащих. Участие в нем приняли 7 команд Курской области, каждая состояла из 8 человек. Город представила сборная команды администрации города Курска, и в личном первенстве, и в командном зачете мы заняли первое место. С 2016 года на территории города Курска успешно проводятся городские спортивные семейные соревнования «Семья готова». Цель данного проекта – это привлечение родителей к процессу физического воспитания своих детей, а также подготовка школьников к сдаче норматива комплекса ГТО. Основу физического развития, заложенной в семье, это крепкий фундамент здорового образа жизни будущего поколения. Современная проблема большинства семей – это недостаточное внимание с стороны родителей к физическому воспитанию детей. Проведение подобных спортивных мероприятий в формате «Родители-дети» благоприятно воздействует как на взаимоотношения в семье, так и на уровень физической подготовки всех членов семьи. Программа соревнований построена на элементах комплекса норм ГТО и базовых спортивных упражнениях. Участники соревнований – это семейные команды. В составе команды может быть две семьи – это мама, ребенок и папа, ребенок из другой команды. Может быть, целая семья. Команда представляет собой двух взрослых и двух детей. Далее. Хотелось бы рассказать о деятельности нашего городского центра ВФСК ГТО, расположенного по адресу улица Тускарная, 3А, который имеет на сегодняшний день очень высокую оценку. Этому есть подтверждение, так как он находится на 17-м пункте рейтингового места Курской области среди регионов страны. Это достаточно высокое место, высокая оценка. При этом основной показатель числа принятых на мотивы ПФСК ГТО на территории Курской области именно за нашим городом Курском. В 2021 году особенно много внимания было уделено работе в детских садах и школах. Для сравнения, в 2016 году всего два ребенка получили знак ГТО первой ступени, а в 2020 уже 359. За пять месяцев текущего года 369 мальчиков и девочек получили знаки ГТО первой ступени. Не только дети, но и сотрудники детских садов проявляют большой интерес к выполнению нормативов комплекса ГТО. Сейчас 80% сдавших нормативы ПФСК ГТО 7, 8, 9 и 10 ступени – это работники детских садов. Также о росте интереса Курян к выполнению нормативов ПФСК ГТО говорят цифрам. В 2019 году приняли участие в выполнении нормативов ГТО 1728 человек. Из них золотые значки – 767. В 2020 году – 1358. Золотые значки – 615. Мы видим небольшое снижение, так как пандемия все-таки вносила свои коррективы в процесс выполнения. В 2021 году мы увидим значительный рост. Мы приводим данные только за три квартала этого года. И уже приняли участие в 1971 человек, при этом золотые значки – у 1029 человек. Я думаю, к концу года мы увеличим эти показатели. Также школьники и учителя не отстают от остальных сдававших. Учащиеся среднеобщебразовательной школы номер 7, вот мы приводим данные, и номер 30 совсем недавно также поучаствовали в сдаче норм ГТО на базе нашего городского центра тестирования и успешно выполнили нормативы четвертой, пятой ступени. Поздняя осень, свежий воздух, эмоциональный настрой девушек и юношей стали основой максимальных результатов, которые они получили. Иногда поступают вопросы, зачем же выполнять ГТО в современном мире, так как в принципе о данных соревнованиях, о данных мероприятиях было известно уже достаточно давно, и это не новый момент. Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя с более старшими членами семьи, у которых уже есть эти значки. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу, волю и настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учебе и спорте. Все люди разные. Однако у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта. Это целеустремленность. Именно эта черта является наиболее важной для людей в 21 веке. Только целеустремленные и физически подготовленные люди могут добиваться успеха в условиях конкуренции на современном рынке труда и в условиях современной сложной ситуации. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Людмила Евгеньевна. У нас, да, эта проблема на самом деле важна не только для вас, для нас, для университетов, да, потому что мы отчитываемся перед министерствами различными, да, по нормам. И у нас есть большое желание открыть у себя центр ГТО, что мы пытаемся сейчас сделать. Ну и вообще проблема, да, мотивации населения, да, мотивация студентов для нас, да, она является такой достаточно актуальной. Спасибо большое. Следующий доклад Беляков Максим Александрович. Это председатель Курского отделения Федерации компьютерного спорта России. Расскажет нам о развитии студенческого киберспорта в Курской области. Максим Александрович, спасибо вам огромное, что вы тоже включились в работу конференции. Я думаю, что будет интересно всем послушать, потому что, наверное, это наиболее актуальный сейчас и, наверное, современный вид спорта, который привлекает внимание особенно молодежь. Максим Александрович, вам нужна презентация? Нет, мне не нужна презентация, я как бы расскажу на слух. Курское отделение Федерации компьютерного спорта России мы первыми получили в стране государственную аккредитацию по виду спорта, компьютерный спорт. Первыми присвоили разряды, первые получили судейские категории, выиграли три гранта президентских в сфере киберспорта и успешно их реализовали. Численность нашей организации составляет 368 человек и кандидатов у нас 1570. Ну, мы не всех берем, поэтому как бы в этом отношении у нас довольно-таки жесткие требования. Наш представитель в Курском государственном медицинском университете это Ивоваров Владислав. Сначала я скажу немножечко о том, приведу цифры такими. Сейчас половина российских школьников по опросам мечтает работать в сфере киберспорта. Это было проведено с 1 сентября по 1 ноября. Российское движение школьников провело исследование. Скайсмарт и в опросе свое мнение выразили 4800 респондентов. Вот только что. Вот между вашими, вот быстрее, быстрее, быстрее и что будет? По результатам исследования следует, что желание работать в киберспорте имеет 54 респондентов, а 49 из них хотели бы состояться именно как участники киберспортивных команд. При этом 26% школьников желают податься в киберспорт, пока не знают с чего начать. 12% уже начали и 12 соревнуются, активно принимают участие. По результатам 2020 года по исследованиям 15 миллионов 400 тысяч человек увлекаются компьютерными играми. Из них 20% это школьники и 50% это студенты. По нашему опыту мы проводили с 2016 года по сейчас, по 2021. То есть практически это 5 сезонов Всероссийской гиберспортивной студенческой лиги. Это соревнование сначала проходило между вузами Курской области, а затем к этому соревнованию уже присоединились и техникумы. У нас ежегодно участвуют более 500 участников, далее из них формируют команды. И происходит соревнование по компьютерному спорту. Немножечко поясню, в чем разница между компьютерным спортом и простыми игрушками, в которых тысячи в принципе у нас в стране и в мире есть. То есть соревнования в компьютерном спорте это как шахматы. То есть каждый обладает такими же персонажами и, разумеется, задача победить такого же оппонента. Есть соревновательные головоломки. Там противостояние происходит один на один. Для простоты понимания есть такая карточная игра коллекционная «Hearthstone». По ней мы присуждаем разряды спортивные. Кстати, у нас 150 разрядников. Мы проводим еще и соревнования среди школьников. Это называется первая ценность по компьютерному спорту среди школьников. У нас там участвует более 300 человек. И по массовости, разумеется, мы далеко... По-моему, у нас столько опереждает лихотетическая эстафета. Все остальное как бы... Ну, у нас очень много участников. Очень много. Мы заходим, когда в любую школу, формируем команду. И в этом году точно так же было. Очень много участников. Нам приходится внутренние атмуры проводить, чтобы школы формировали. Точно так же это происходит и на базе студентов. Разумеется, мы подписываем сначала соглашение с университетом. Затем университет из своих студентов формирует команду. И она выступает на Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. Призовой фонд у нас там небольшой. Самый большой у нас был 7 миллионов рублей. Эта команда ЮСКУ заняла четвертое место. Они привезли, по-моему, 600 ребятам. Ну, это такие стимулы, которые наша операция применяет. Для того, чтобы студенческий спорт развивался. И раз уж мы сейчас находимся в том пространстве, где медики, я немножечко продолжу свой рассказ о компьютерных дисциплинах, компьютерного спорта. Так вот, соревновательная головоломка. Там представьте, что вы играете в карты, в дурака. Только у вас не 6 карт, а 300. И каждая карта имеет свою отличительную особенность. И может взаимодействовать со всеми другими картами, усиливая друг друга. Также у вас есть там 6 персонажей, и каждый персонаж имеет свои особенности. То есть задача игрока – изучить все карты всех персонажей и выстроить игру таким образом, чтобы убедить своего соперника. Это игры, которые развивают интеллектуальные способности человека в данной ситуации. Следующие игры – это шутеры. Представьте, что вы играете в пейнтболл 5 на 5, и у вас 5 членов команды, и точно так же 5 членов команды противостоят. Все это в виртуальном. И у вас есть площадка, которую вы изучаете для того, чтобы команду эту побить. Ключ в игре – это в том, сколько времени команда натренирует и отыгрывает вот эту вот карту, для того, чтобы в ней ориентироваться и действовать в унисон команды, опередить и принимать решения на ходу, который, в принципе, берет на себя капитан команды, в случае его гибели другой человек становится капитаном команды, за определенное количество времени принять наиболее четкие решения для того, чтобы ликвидировать своих соперников. То есть там идет борьба между террористами и представителями сил правопорядка. Очень динамичная игра с огромным адреналином, с большими призовыми. Кстати говоря, у вас Курский государственный медицинский университет закончила звезда мирового киберспорта Анна Анальникова, Антика, четырехкратная чемпионка мира, известная вообще на весь мир. Очень гордимся, что она принимала участие в первом сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, выступала за Курский государственный медицинский университет, привела свою команду к победе в этом соревновании. Но для того, чтобы победить в соревнованиях, нужно победить в нескольких дисциплинах компьютерного спорта. Это вот в шутере, который, я сказал, в футболе, в интерактивном. Каждый раз изменяются киберспортивные дисциплины. И, разумеется, в дисциплине боевая арена. Что это такое? Недавно Владимир Владимирович поздравил нас в команду Team Spirit с победой в игре Dota 2. Ребята выиграли 18 миллионов долларов. Это стратегия боевая арена, это взаимодействие. Стратегия в реальном времени своеобразная, но она имеет свои особенности. Тут нужно развить, так скажем, команде своих персонажей, изучить. То есть там более 130 персонажей, каждый имеет свою особенность, каждый имеет свое подкрепление внутри игры. Нужно все этих персонажей изучить. Здесь сначала одна сторона выбирает персонажа, другая блокирует другого. И от выбора персонажей многое зависит. Также нужно подкройть игру для того, чтобы все участники команды делали действия сложного. В этой игре присутствует экономика. И что самое интересное, мы изучали спортсменов у нас в федерации, очень долго смотрели как. Вот именно в этой игре, где соревнуются 5 на 5, в построении, в изучении, так скажем, персонажей игры, в секунду держат 14 позиций игроки, когда играют. То есть это сколько денег, насколько силен персонаж, сколько манных осталось у противников, как идет игра. Ну и в среднем, конечно, там может все закончиться быстро, а может и до 40 минут идти, значит, борьба. В этом отношении нужно насколько там с глядом понимать. Конечно же, за такой уровень соревнований оспекет весь мир. И компьютерные игры, и компьютерный спорт по популярности, и по просмотрам, но он давно уже опередил. А игровая индустрика в целом по капитализации, по деньгам опередила кино, музыку и телевидение вместе взятых. На это можно тоже долго смотреть. Наша задача, как Федерации компьютерного спорта, выявить ребят, которые талантливы в этом, создать для них всех условия для того, чтобы они самореализовались в этом, и в этом увлечении, в этом даже досуге, так скажем. А дальше уже покорять вершины киперспортивные, может быть, даже и мировые. У нас очень быстрый спорт, у нас уже звездами становятся где-то в 21, в 22. В этом возрасте максимальная концентрация способностей у ребят, и они на пике своих физических возможностей, интеллектуальных находятся. И уже к тому времени они где-то уже 5 лет отыгрывают тренировочные процессы, проходят с разными командами. Потому что те киберспортсмены, которые осуществляли свой путь в одиночку, пробиваясь, они выступали за разные команды, в том числе и международные. Практически все они владеют английской командой, формируются в интернет-пространстве. Далее они между собой наигрывают комбинацию, потом расстаются. А если они попадают в поле зрения менеджеров киберспортивные, то тогда уже для них создаются все условия. В Москве, в футкемпах, они тренируются, это такие большие дома, где с ними работает психолог, где с ними работает тренер, для того, чтобы команда внутри себя была настолько сыгранная, чтобы в психологических моментах не было разноклассия. Соответственно, быть на одной волне. Поэтому в такого рода соревнованиях, где серьезные призовые по 40 миллионов долларов, вот сейчас последние турниры, которые выиграли, там уже целый штаб работает для того, чтобы ребята подошли на пике. И даже тех персонажей игры, которые они показывают, вот эти вот сыгранные комбинации, которые они применяют на серьезных соревнованиях, они их на этих серьезных соревнованиях и показывают. А весь год тренировочный для того, чтобы соперники их не изучили, они играют другими персонажами абсолютно. И это очень все приковывает внимание зрителей во всем мире, потому что на этих соревнованиях происходят фантастические вещи, от которых вздрагивает весь мир, и которые потом целый год это все разбирают. Это очень понятные игры, довольно интересные для всех. Ну и, разумеется, есть огромный пласт прикладного значения компьютерного спорта. Прежде всего, на протяжении 2004 года осуществляем свою деятельность в области и до того, как компьютерный спорт начались. Куда же идут ребята после того, как, так скажем, они наиграются в игрушки и уже останутся те ребята самые настойчивые, которые продолжаются в спортивной карьере. Широкое поле. Некоторые из них становятся стримерами. А те, кто обычно увлекаются шутерами, они в МВД еще куда-то. Те, кто в танки гоняет, они в армии остаются, в танковых поисках служить. Ну а самые востребованные в мире, конечно, это те, кто играет на консолях. Это те, кто играет в Sony PlayStation, потому что не секрет, что все вот эти консоли, вся механика в них используется в управлении дронов. По сути, это войны 21 века. Они американские, военные используют чемпионаты для... И сами проводят чемпионаты по компьютерным играм именно для того, чтобы таких ребят завербовать в армию. Они, ну, по профилю. Мы пока что еще... У нас нет информации. То количество соревнований, которые мы провели там совместно и с юной армией, и в рамках соревнований всероссийских, все равно эту кузницу картеров в нашей стране дают. Мы расширяемся. В данный момент буквально вчера мы подписали... Как же, забыл сейчас... В общем, с детским центром, и мы будем с ними сотрудничать. Наши тренера будут преподавать для них вот именно ту игру, о которой я говорил. Дальше у нас есть свой киберспортивный клуб «Олимпик». Это мы занимаемся там с ребятами, тренируем их для того, чтобы они получали разряды и выступали на соревнованиях. Ежегодно наш календарный план включает следующие мероприятия. Это Всероссийская киберспортивная студенческая лига, соревнования среди команд. Региональный этап выявляет сильнейшую команду среди вузов и сузов. В этой области дальше они проходят в зональный этап, и там уже они соревнуются в ЦФО с победителями своих же регионов. Самый большой показатель... Ежегодно команда Юго-Западного государственного университета побеждает, правда, в этих соревнованиях. Но я должен понимать, что они проходят в очень большой конкурентной борьбе, и это очень большие престижные соревнования. Максимальный результат, который отдал здесь, это четвертое место в России. Это из... Тогда участвовало 170 вузов. Это очень большая конкуренция, потому что ежегодно мы как бы обыгрываем Москву. Ну, то есть, ну как обыграем Москву? Мы обыграем все в ЦФО. И в конечном итоге и даже МГУ обыграем. Мы попадаем все время на Миры А, и с ними там оспариваем вот это вот место в ЦФО. Проходим дальше. Дальше у нас коммунидарный полк там включает. Это Всероссийская интеллектуальная киберспортивная школьная лига, где происходят соревнования среди школьников. Первенство Курской области по компьютерному спорту чемпионат, Курской области по компьютерному спорту. По результатам всех соревнований формируются замедливания на всероссийских соревнованиях. Конечно же, в реальности большой престиж, если в нем побеждают куряне. И сейчас студенческий спорт развивается. Даже создана такая ассоциация, по-моему, наука. И даже в ней есть такие элементы, где можно получить и оборудование компьютерное для создания компьютерных классов. Мы, как федерация, заинтересованы в том, чтобы в каждом ВУЗе у нас были свои представители, потому что это очень важно, чтобы компьютерный спорт развивался. И в будущем, вот я сегодня просмотрел доклад по виртуальной реальности. Понимаете, я вам так скажу, те, кто разрабатывает компьютерные игры, они всегда разрабатывают их, на это уходят где-то три года, они разрабатывают их с прицелом на будущее, потому что они актуальны на три года. То есть сейчас уже такая графика в компьютерных играх применяется, что он как бы уже не отличишь от реальности. А то, что вы взяли на себя такое большое вещь, как VR, изучение моторики спортсменов, я думаю, что вы обратите внимание и на киберспорт, потому что тут изучать моторику по глазам, по переживаниям, по том, как глаза бегают по экрану, как они держат все ключевые особенности игры, какие они испытывают при этом эмоции, как бьется сердце во время победы, достижения ключевых факторов игры. Вы можете даже, мы в датчиках они играли, вы можете это использовать вплоть даже для того, чтобы кандидатскую в этом защитить. Почему? Потому что обширное очень поле, и оно постоянно дает новые элементы игровые. То есть сейчас уже будет новая эра, это дополненная реальность, и вы через смартфон будете по городу смотреть, ходить и видеть уже объекты дополненной реальности, интегрированные в мета-вселенные. А также наша федерация активно принимает участие еще в одном очень важном и глобальном таком проекте, как геймификация образования. В двух словах я расскажу, что это. Это донесение до учащихся, не только школьников, но и студентов, материалов в доступной игровой форме. для того, чтобы побуждать человека получать и совершенствовать свои знания. Как это мы видим, то есть человек будет иметь свой профиль, и в этом профиле он будет прокачивать свои данные, например, в изучении методов. И уже у ним формировать из доступных презентаций такой свой цифровой, где по результатам всех его накопленных знаний будет формироваться в графическом исполнении, например, шлем или костюм, или как по признакам у военных, до звания. То есть к окончанию университета, он может быть генералом, выпускном в цифровом мире, то есть во внутренней Вселенной. А также этот аватар накопленных знаний он может потом передавать своим детям либо сдавать в аренду, как самый лучший пример цифрового донесения информации. Есть тот материал, который преподает преподаватель, а есть то, как его устроил студент. И вот именно сервисы, которые могут помогать студенту в цифровом, грубо говоря, из этих знаний сделать доступный мультфильм, который потом ему за этот мультфильм поставят зачет, или он будет настолько хорошо, что потом применяться и другими студентами для легкого понимания. А потом это еще и конкурс. То есть вот такие системы, думаю, что они будут разрабатываться в будущем. Ну и, конечно же, следующий шаг после всероссийских соревнований по компьютерному спорту, я думаю, что мы будем проводить мировые соревнования между странами, между студентами. Ну и, конечно же, большое значение мы придаем к проведению ЛИК в три коллектива. У нас, у вас, эти соревнования, медики тоже играют в игры. Это соревнования между именно вузами и СУЗами, которые... Между медиками, в общем. И это очень хорошо. Мы поддерживаем всегда все эти начинания. У нас огромный опыт, накопленный годами в этом. И вот, например, мы каждое лето посещаем какие-нибудь детские лагеря. Нас просто просят приедьте, потому что очень большая потребность. Ребята хотят поговорить на эти темы. Понятно, яркий мир, он их привлекает, компьютерный. И наша задача, основная, которую мы успешно выполняем, это мы уводим ребят из вот этого поля, где они бездумно сидят в компьютерных играх целыми днями, и мы уходим их в вектор соревновательной дисциплины, киберспортивной, где они могут заниматься по часу, по полтора, играть в команде и добиваться результатов и получать свои спортивные разряды. В этом наша основная задача, и мы с ней справляемся. Вот. И в заключении уже, понимая, что все устали, мы хотим наладить более тесный диалог с медицинским университетом вместе развивать компьютерный спорт, а также развивать все прикладные его стороны для того, чтобы человек, который, хобби которого являются компьютерные игры, мог еще и объединяться с такими же, как он, ребятами или в этом отношении такие вот крепкие студенческие команды, потом уже выходили на вот такой широкий большой уровень, а попутно, как прикладное значение в компьютерном спорте, медики внутри университета изучали их, и, возможно, на основе взаимоотношений с киберспортсменами делали какие-то прорывные идеи, может быть даже какие-то новые исследования, которые могли бы вот эту сферу каким-то образом контролировать и в конечном итоге производить такие продукты, какие были полезны бы и обществу в целом в цифровом мире, и родителям было бы подспорьем, потому что есть еще одна большая проблема, родители жалуются, вот мой там ребенок со смартфоном в руке все время, ну, смартфон это так-то, родителей дали, потому что дадут ребенку поиграться, и он лишь не так сказать, чем бы занят. Это же неправильно, нужно давать дозированные, есть даже целое изучение, сколько должен человек в своем возрасте проводить время в цифровой среде, то есть, то есть, это тоже определенное будущее, и как бы в этом отношении компьютерные игры могут служить тем бонусом, например, за какие-то успехи, достижения, которые родители могут ему сказать, да, вот теперь ты можешь поиграться со своим частым чемпионатикам. То есть, широкий спектр, мы во всем готовы поделиться, во всем готовы принять участие, у нас очень много, у нас тысячи гиберспортсменов прошли среди нас, многие уже с семьей, уже их дети играют на наших соревнованиях, поэтому большой опыт, хотим поделиться и хотим развивать компьютерный спорт студенческий вместе с вами. Вот, как бы все. готов ответить, да, кстати, на вопросы. Максим Александрович, спасибо огромное. Да, вы сказали о том, что, да, медики тоже играют в игры, мы уже принимаем второй год участия, ну, при мне, да, вот, и в прошлом году хороший результат показала наша команда, вот, такое объявление, что у нас, в принципе, уже сейчас две команды функционируют по киберспорту, поэтому, если есть желающие студенты, присоединяйтесь, Владислав Пивовар у нас контролирует, регулирует эту деятельность, вот, обращайтесь, да, я думаю, что, как это, контролируемая игровая деятельность, да, это то, что как раз к чему мы хотим стремиться, да, а то, что когнитивная сфера развивается, да, при осуществлении этой деятельности, это однозначно, и мы надеемся, что, как это, будут совместные исследования в этом направлении. Да, мы очень надеемся, рады все время поучаствовать, если у вас даже нет тех, кого вы хотите изучить, мы вам их предоставим, ребята очень отзывчивы к этому, мы даже на тренировках проводили психологические исследования, это было у нас частью гранта, есть очень, очень много наработок и в Федерации компьютерного спорта России в целом, тренировочные программы, поэтому, если у вас в университете есть такие ребята, чей досуг это увлечение компьютерными играми, ну, давайте мы сделаем из этого что-либо ярко, может быть даже какой-то совместный фестиваль, мы, кстати, тоже проводим фестивали большие, хорошие, красивые, где не только компьютерные игры, но и персонажи из них живую, яркие номера, а также мы готовы пригласить всех лидеров игровой индустрии, те, которые производят железо, для того, чтобы они хорошие призы. Ну, извините, очень долго, но я думаю, просто... Ну, мы немножко, да, программа у нас сегодня затянулась, будем в следующий раз, наверное, больше давать времени. Есть ли вопросы у аудитории? Я понимаю, что, наверное, их будет много, но всем, как это, этически придерживаются регламента. Спасибо большое, Максим Александрович. Спасибо, всего доброго. До свидания. Ну, так как у нас, да, в принципе, переходить на другой Zoom у нас надобности никакой нет.